Друзья, всем привет! У нас новый выпуск Бомняка Фаната. Он будет немного необычный. На выходных проходит турнир среди красно-белых болельщиков в городе Иваново. Он уже считается ежегодным у парней. Сами мы не едем, ни я, ни у Аси, поэтому мы передаем нашу камеру нашим друзьям. Что тут получится, увидите буквально прямо сейчас. Обязательно посмотрите это видео до конца. Как обычно, поддержите лайками, пацанов, за их старания. Короче, мы начинаем наш выпуск. Погнали! Всем привет! Команда Ультре приехала на крупный региональный турнир по мини-футболу. Здесь будут собраны все партаковские объединения болельщиков от Питера до Нижнего Новгорода, Москва, Ярославль. В турнире примут участие порядка 24 команд. Надеемся на очень интересный футбол. Ну и в первую очередь, конечно же, самое главное – это общение между болельщиками. То, что мы все здесь собрались для одной цели. Ребят, всем привет! Мы с КП Ярославль. У нас здесь же произошла беда. Нашему товарищу требуются деньги на лечение. На работе на него упала стрела башенного крана и повредила ему позвоночник. Ссылку на реквизиты будут в нижних комментариях. Привет! Расскажи в двух словах о вашем турнире, вообще как он зародился, историю немного его. Ну, история все довольно просто. Как всегда, спонтанно решили, скажем так, объединить фанатов красно-белых, 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 красно-белых области. Сделали клич в группе ВКонтакте. Это было 6 лет назад. Подкликнулось 7 команд и приехало там по знакомству Волокна. И вот так 8 команд провели первый турнир на улице. И потихонечку нам дел понравился, и география турнир расширяется от года в году, и сейчас мы уже доросли до 30-х команд с больше чем 10 регионов в России. Насколько большой вообще КБ Солубчатого Иванова, и как часто вообще посещаете вы домашние матчи, выезда, в каком количестве. И в целом расскажи немножко по позиции КБ Иванова, ситуации с Глушаковым и тем, что вообще проходило в последнее время на нашей трибуне. Представитель нашего движения есть, естественно, абсолютно всех домашних матчей Спартака в сезоне, и я думаю, процент 95 выездных, наверное, самых-самых дальних, редко что, и не доезжаем, а так все равно доезжает существенное количество людей. Что касается выездных матчей, да, естественно, здесь сложнее, поэтому большое количество людей не наберешь. Ну и в Нижний Новгород у нас здесь поближе, например, туда тоже можем выехать, там и в 70 человек тоже было дело. Выезда подальше, соответственно, так по-разному в Европе в основном это все-таки одна-две машины максимум. Что касается Глушакова, мы здесь целиком полностью разделяем позицию Фратри, просто остается у нас ощущение, что многие все-таки со стороны довольно поверхностно разбираются в ситуации. Да, они почему-то важны, является то, что там Глушаков стал хуже играть или там у него какие-то проблемы в семейной жизни. На самом деле это не важно, потому что позиции мы считаем, что, конечно, не место в команде, но на данный момент, я думаю, что сгладило бы ситуацию просто передачи капитанской повязки. Я думаю, что руководство клуба могло бы об этом подумать, и это, скажем так, более-менее был какой-то какой-то мир, чтобы не разделять трибуны на... Ну, посмотрим, все мы... Все мы болеем за «Спартак», и хотим, и мы желаем только добра и лучшего, побед. Вот, поэтому спасибо большое за турнир, за интервью, и болеем за «Спартак». Да, хотел бы сказать то, что, ребят, у нас есть реально, вот, может быть, менталитет у нас такой, мы немножко... Ну, не вся доброты нам где-то, не хватает доброты, и где-то не хватает терпения. Я призываю всех красно-белых, хотя бы в своих спорах Блышакову, в том числе Блышакову, да, в позиции, хотя бы прислушиваться друг друга, слышать друг друга, да, позиции. Не говорю, что хотя бы ее там соглашаться, но хотя бы принимать. И тогда, думаю, конфликтов будет меньше, и надо понять, что все мы так или иначе однако раз на голосе. «Один за всех! И все за того! И все за того!» Вдоль наших город шла босиком, не жалея, но сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его, и не сломай!